Велостанок, добро или зло? Перед покупкой велостанка необходимо знать, что велостанок стоит денег. Для него нужны слики, а также происходит небольшой износ трансмиссии. И вот у вас появился велостанок. Используйте велостанок плюс лыжи или бег плюс умеренное питание, и к весне вы будете в форме. Скучно его крутить. Ставьте какую-нибудь киношку, и делайте два дела одновременно. По ощущениям велотренажер крутить тяжелее, монотонно и неинтересно. Проехать на велосипеде 20-30 км намного проще, чем на велотренажере. При тренировке на велостанке рекомендуют положить коврик под станок, типа туристической пенки, и про лужу пота на полу можете забыть. При тренировке на велостанке можно использовать вентилятор, так как это отделение будет обильным. При тренировке на велостанке основным плюсом является то, что ноги не забывают, что такое педали. На роллерном велостанке катать интереснее, чем на тренере, хотя бы потому, что велосипед не закреплен, и приходится ловить равновесие. Первые дни тяжело привыкнуть, так как ширина его небольшая, и постоянно пытаешься с него слететь. потом привыкаешь и начнешь фокусы показывать, без рук ездить, что небезопасно. Если ставишь целью при помощи велостанка сбросить вес, то нужно крутить педали не по полчаса, а часика хотя бы по два каждый день. Также эффективно для сброса веса и поддержания общей физической формы необходимо сходить пробежаться ножками или на лыжах. Это для тех, у кого есть какие-то амбиции в плане гонок. Сколько времени можно отвести на тренировку на велостанке? На тренировку можно отвести час времени. Плюс легкая гимнастика перед тренировкой, плюс душ после, и на все про все выходят полтора часа. После часа вкручивания появление приятной тяжести в мышцах обеспечено. При тренировке на велостанке главное это борьба со скукой. Заставить себя этот час высидеть, та еще задача. Раму, вынос, руль лучше накрыть какой-нибудь тряпкой, какую не жалко, или полотенцем, или можно купить специальную защиту от пота для рамы. Под велосипед лучше постелить велоковрик. Если крутить без вентилятора жидкости на этом велоковрике будет много. С вентилятором полегче, но велоковрик все же лучше оставить. На станке можно крутить равномерно, спокойно, заранее отслеживая динамику изменения пульса, и соответственно, заранее незначительно снижая тем, чтобы предотвратить уход пульса вверх. При тренировке на велостанке сам себе монеткой делаешь горку, когда хочешь, а также показания проще отслеживать, чем при езде по дороге. Смысл не в том, чтобы научиться держать равновесие, а в том, что при езде на роллерном велостанке ощущение реалистичнее и приятнее за счет того, что нужно удерживать равновесие, и есть возможность управлять рулем. Работа суставов при кручении педали неестественна для организма, поэтому чем меньше набрузка на сустав, тем лучше. И еще, если быстро крутишь в суставах, вырабатывается смазывающая жидкость. Если медленно, она не вырабатывается в нужном объеме, и суставы работают на износ. На шоссе при длинных поездках считается, что крутить педали нужно с частотой не менее 80 оборотов в минуту, лучше 90-110. В кросс-кантри, где продолжительность тренировки или гонки небольшая, скажем, пара часов, нормальная граница ниже 60-70. К сожалению, у многих велосипедистов-любителей проблемы с коленями, это по неопытности и незнанию из-за такого кручения кардана. Чтобы научиться правильно крутить, развить силу и дыхалку, нужно накатать объемы, то есть пройти тренировочный период. И в течение трех или четырех месяцев стоит провести регулярные тренировки с небольшими нагрузками, но с правильной частотой педалирования. При этом сначала понемногу, а затем увеличивая продолжительность каждой тренировки до двух часов. То есть надо просто ездить не быстро, без нагрузки, на маленьком пульсе, но много. Только вначале не злоупотребляйте длительностью. Лучше каждый день, скажем, по одному-два часа, потом увеличить до двух-трех часов. Велосипедисты накатывают объемы весной. А уже когда организм заработает, сердце, дыхание, только тогда можно прибавить и включить силовую составляющую в тренировке скорости горки. Без базы в виде объемов очень легко загубить себя сердце и суставы. У кого первая машина была МТБ, в 95% никогда не сядет на шоссер. У кого первой машиной был шоссер, в 95% не сядет на МТБ, но шоссер у него все равно будет. Рекомендую, Миноура. Миноура, бренд японской компании Interjet Ins. Производитель тренажеров, различных аксессуаров и инструментов для велосипедов. Японская компания Миноура известна высококачественными велотренажерами и специальными стойками для ремонта велосипедов. В списке товаров, производимых компанией Миноура, также присутствуют всевозможные подставки и держатели для велосипедов, станки для регулировки и спецовки колес, карманные складные наборы велосипедных инструментов, различные держатели для велофляг, всевозможные крепления и приспособления для установки велокомпьютеров, фонарей и багажников на велосипед. Философия компании Миноура построит длительные, уважительные и дружеские взаимоотношения с клиентами. Консультанты компании могут дать ответ на любой вопрос адрес Миноурацо, ЛТД, 1197, 1 года, Анпасхи, Гифу 503, 2305, Жапан, Телефон 81584, 27, 3131, Факс 81584, 27, 7505, Емейл Миноура Собака Миноура, ЖП. Всем удачи!